Города Кто мы, разъехавшиеся по свету? Иркутяне, москвичи, пекинцы, нью-йоркцы, обладатели новой прописки, но неизменно откликающиеся на застольное. Черемховцы, встаньте! Что сделало нас такими, какие мы есть? Нужно было вернуться, чтобы понять. Съемки фильма стали хорошим поводом. Хотя в одну черемшанку дважды не войти. Тем более, когда она почти высохла. Черемхово. Город черных ягод и белых цветов. Черных и белых клавиш. Черного угля и не всегда белого снега. Черное и белое. Как бесхитростно. Забытое чувство простоты. Я вышла в сегодняшний день и неосознанно стала выхватывать взглядом черное и белое. Кажется, жених думает, что мы со стороны невесты. А невеста уверена, что мы гости жениха. Она любит собак, а он машины. Об этом нам кое-кто рассказал. Да. Черемхово по-прежнему все свои. С праздником, с праздником. В праздник самой земной из профессий – выставка белоснежных голубей. Я спросила, чем умный голубь отличается от глупого? Ответ был прост. Умная птица возвращается домой. А глупая улетает навсегда. Своего пернатого двойника я встретила через дорогу, что заставило его покинуть голубятню своих предков. Но лишь взмах крыла вместо ответа. Я видела, как с высоты он наблюдал единение людей вокруг круглого предмета. Таков поверхностный взгляд одиночки, который боится посмотреть в лицо чужому счастью. Шахтер в день шахтера проигрывал. Эх, ребята, ребята. Мало попасть в ворота. Нужно промахнуться мимо вратаря. Накал был таков, что кое-кто не выдержал. Да, Черемховский стадион по-прежнему поле чудес. Кто же станет его обладателем? Самого главного ворота. Тысяча шестьсот! Все, все уходят. Три! Которая выиграла, очень важный приз. Есть победитель! Пожалуйста, господи, проходите. Субтитры создавал DimaÔ У фигуры шахтера фотографировалась семья старейшего Черемховского горняка. Этот миг уже в истории города. Нас пригласили в гости. Василий Иванович безуспешно объяснял мне технологию работы в шахте. Очистной забой, очистной. Вот забой, то забой идется, вот этот забой штрека дается, штрек. А лава, это вот, которая оконтурировка вот эта самая. Да. На словах здесь не разобраться. Нужен наглядный пример. Вот это вот вся, вот это называется лава. Это очень трудно для меня. Нет, нет, вот так вот. Значит, это забойщики, сидят парни, вот забойщики. А это, значит, камеронщицы. Камерон, это, значит, воду откачивает. Все время, значит, стоят насосы. Ну, приток воды, подземный-то есть там, выкачивают. И еще назывался сумконосы. Сумки носили. Вот они, они это садографировали, перед спуском, наверное, в шахту оделись. Ну, наверное, это самое. В шахте не жули. Также мы, мы в шахте тоже это самое. В шахте не жули. Здесь, здесь семью создал. Здесь я оторвотал все. Значит, известен был, когда в шахтерах гремело, значит, все. Вот. Больше шумни. Вот. Черемху. Вот так вот. Вторая родина, как говорится. Они работали под землей, и недостаток солнца компенсировали песнями Вертинского. В 50-м году всего один вечер он пел шахтерам Черембаса. Это было больше, чем добыча угля. Поиски истории трехсот миллионолетней давности. Частиц древних папоротников, помнящих прикосновения метровых стрекоз, которые так любили понежиться в лучах жаркого солнца карбона. Что не говорят там про этот газ, про этот снег, все такое и прочее. А это был старый добрый уголь, без него никуда. Во всех отношениях. Представляете, что городу только 100 лет, а копи Черемховские так вообще открыты. Лет 200 назад. И все вот отсюда все постоянно уголь черпали, черпали, черпали. Мы-то еще ладно, маленькой техникой пользуемся. А как раньше люди добывали уголь? Как говорится, и в холод, и все чуть ли не вручную. Вот они, да, они герои мои, особенно шахтеры здесь были. Но все равно люди, да, давали уголь, да, помогали стране, да. Был такой город. Очень много отсюда людей вышло. Даже космонавт у нас свой есть. Вопреки правилам русского языка, герой – существительное прошлого времени. Город, рожденный революцией. Гражданская война. То белое, то красное. В угольных шахтах не разберешь. Под землей все черные. Тяжелый мужской труд. Женщинам там было не место. Было. Пока не началась война. Во время войны в Черембассе слушали джаз. Музыку черных кварталов. Кому, как не шахтерам, любить и понимать. Тяжелый труд и скромный быт. Душевный разговор на кухне. И тяжелый вздох о несбывшемся. Как близок Эдди Рознер. Трубач из Германии, в сорок первом все-таки добравшийся с гастролями до Черембасса. Города угля и черемухи. Города штолен и джаза. Я знаю, на этом концерте сидел человек и топал ногой в такт. Учитель немецкого языка. Руководитель духового оркестра Черемховских пожарных. Тоже трубач. Мой дед. Черное и белое. Два цветовых полюса. Две противоположности. Легкая мука и молотая черемуха. Ароматы кондитерской. Волшебство превращений черного в белое и белого в черное. Ароматы кондитерской. Ароматы кондитерской. Старый, 27 лет ему, вот белый чернохвост, который привез к Баку. Я обычно же, как у голубятика идешь, голубев смотришь, а там летает, там летает, там летает. Подхожу, дед, вот такая борода на крыше сидит. Я говорю, дедушка, это ваши? Мои. Я говорю, много у вас? А я, говорит, не знаю, я их не счету. Говорит, а ты откуда, говорит, что-то у тебя голос-то не наш. Я говорю, не скажу, что Черемхова, что Черемхова уже никто и не знает. Я говорю, с Иркутска. Он, да было у вас под Иркутском. С Черемхова город такой слыхал. Я говорю, так я там и живу. Он, да, ну, я вам паспорт показываю. Он, ныля, как заорет супругу. Сбылась мечта идиота. Ну, это, а вон в 37-м году Сталин их сюда ссылал и в нашу Алехинскую, как ее, СОВ строили в 37-м году. Ну, когда их жили они здесь, эти ссыльные все, строили СОВ. Наши русские люди, им то картошки, мороженки, тогда же корма-то не было, то картошки, мороженки дали, то корочку хлеба, то сало кусочек кинет. И вот за счет этого они выжили. Он, говорит, за счет, благодаря вашим бабушкам, женщинам, ну, как, вашим матерям, мы, говорит, выжили, построили вам там этот СОВ или что ли там строили, не знаю. И потом их комментировали, и вот они все по домам поразъехались. Он, говорит, вот как Новый год, он все, говорит, хоть в интернат увезу, фрукты там, прочее, еще что-нибудь. Он, говорит, ты никуда не ходи, голубей никаких не покупай, я тебе так дам. Я говорю, не надо, я пойду покуплю. Нет, вот это его подарок. Один, единственный остался, я от него привез 23 штуки. И вот у меня вот этот пенсионер оттуда, вот один единственный остался. 27 лет, вот этот белый чернохвостый. Но он уже еле ходит, еле летает. Иди, иди, дорогу дам. Вот у меня старичок. Старичок у меня. Не кормите их больше, они будут тяжелые. Ну и пускай. Мне все должно, у меня голодность идет. Человек не птица. Рано или поздно он задумывается над смыслом своих поступков. Он ищет ответы и находит их только там, куда возвращаются близкие. В своем первом городе, не имеющем множественного числа. Только здесь тепло будет по-настоящему теплым. Только здесь белое будет белым без обмана, а черное истинно черным. Только здесь, где мы впервые начинали всматриваться в окружающий мир, который наивно делили на добрый и злой. За годы разлуки родной двор стал сновидением. Но тот прощальный вечер 77-го остался на аудиопленке. За помехами кассеты я услышала голос отца. Необходимо уехать сознательно, но не душевно. Все, кто моя здесь, в Черемхово, на улице Каменская, бывший декабрь событий. Он этом жил и родился. Вокзал Черемхово, дежурный по залу вокзала Пляшкина. Опаздывает на 21-й годы. Выход к скорому поезду через тоннель на вторую платформу. Будьте внимательны и осторожны. Скорый поезд номер 88. Сообщение. Субтитры сделал DimaTorzok История города складывается из жизни всех, кто в нем жил. Даже тех, у кого хватило смелости из него уехать. Тех, у кого хватило любви, чтобы остаться. И тех, у кого хватило ума, чтобы вернуться. Уважаемые пассажиры, с седьмого пути вторая платформа отправляется. Скорый поезд номер 7. Десят сообщения. Москва, Читат. Седьмого пути вторая платформа отправляется. Чудно. Чем дальше удаляемся мы от своего первого города, Тем ближе этот город приближается к нам. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ